Музыка Отзвенел последний школьный звонок. Наступило долгожданное лето. Однако многим родителям не до отдыха. В их семьях растут первоклассники. А первое сентября не за горами. Потому все чаще и чаще они вспоминают фразу из старой песни. Нынче в школе первый класс, вроде института. Школьная программа за последние годы серьезно усложнилась. Перед родителями стоит масса вопросов. Как подготовить ребенка к первому классу? Стоит ли ругать за оценки и нацеливать детей только на пятерки? Нужно ли обращаться к услугам репетитора? За ответами мы направили Станису Зеленчукскую, где работает Нина Викторовна Оскрыльникова. Она не только учитель начальных классов, но и победитель республиканского конкурса «Учитель года 2019». Нина Викторовна, первый класс – это сложный этап в жизни маленького человека. Он переходит на следующий образовательный уровень – из детского садика в школу. Вот скажите, родители, конечно, обеспокоены. Как подготовить ребенка к школе, настроить его на учебу? Задача родителей, конечно, как можно больше положительных моментов и эмоций передать своему ребенку. Настраивать сразу на позитивный момент. Почему? Потому что многие родители совершают ошибку, когда при своем ребенке хватаются за голову, говорят, вот, началась школа, как это все сложно. И детям это передается. А ребенок не должен бояться. Нет в этом ничего страшного. Почему? Потому что каждый проходит все эти этапы, мы получаем образование, никто еще от этого не умер. Наоборот, даже интересно учиться. Ведь задача родителей – объяснить, для чего нужны знания, что они дают, какой возможности. Тогда у ребенка все получится. Самое главное – положительный настрой. Надо ли готовить ребенка к школе? И если да, то как? Что дает правильная подготовка? Конечно, надо. Но под подготовкой в школу, что мы подразумеваем? Прежде всего, это расширять кругозор. А самым лучшим способом является чтение книг и обсуждение их, а также рассказы о жизни родителя ребенку. Это очень важно. Чтобы ребенок мог ориентироваться в пространстве, понимать вверх-вниз, справа-слева, больше-меньше. А также, конечно, ребенок должен уметь различать цвета, фигуры геометрические. Конечно же, по возможности желательно, чтобы он умел считать в пределах десяти и знал буквы и цифры. Но это совсем не обязательно. Более важный момент заключается в том, что ребенок должен быть готовым не только со стороны знаний, а вообще он должен быть физически и психологически готов, чтобы у него была мотивация к обучению. Так как мотивация, она играет самую большую роль. Очень хороший такой положительный момент – это, конечно, тренировка памяти. То есть вот в дошкольный период нужно учить как можно больше стихотворений, песенок. Потом вот это развитие памяти сыграет большую положительную роль в обучении в дальнейшем. Ну и, конечно, не менее важным аспектом является также его психологическая готовность ребенка к школе, чтобы он умел общаться. То есть это его коммуникативные качества. Чтобы он не боялся вступать в контакт со взрослыми, со сверстниками. Учился решать какие-то вопросы как нужно, по нормам, а не агрессивным способом. Это тоже очень важно. И, конечно же, должна быть не только голова готова, но и тело. Потому что идет большая нагрузка на иммунитет. И здесь бы я пожелала родителям, чтобы записали в какую-то секцию. Во-первых, она и в дисциплине будет приучать, потому что это всегда какая-то ответственность. Ну и также с помощью физических упражнений ребенок будет закаляться перед первым классом. Это тоже очень полезно. Так нужно ли ученику первого класса уметь читать и писать, как это требует некоторым учителям? Вообще нет, не обязательно. Тем более, что желательно знать буквы, желательно уметь читать в пределах десяти. А читать и писать совсем не обязательно. Потому что многие учат письмо неправильно, неправильная постановка руки. И это потом исправить гораздо сложнее, чем научить. И то же самое с чтением. Если неправильно познакомить с буквами, то потом тоже проблемы с чтением. Поэтому заранее не нужно. Закон об образовании запрещает в первом классе задавать домашние задания. Но, тем не менее, мы знаем из практики, что некоторые учителя все-таки задают детям домашние задания для закрепления материала. Это плохо или хорошо? Действительно, домашние задания в первом классе, они запрещены. И в нашей школе тоже не задаются. Но опять, дети все разные. Приходят с разной подготовкой, с разной базой. А потом все индивидуальные. Один ребенок один-два раза послушал, попробовал, у него все получилось, и ему больше ничего не нужно. А другому ребенку достаточно, недостаточно этого. Нужно и десять раз повторить, чтобы получилось и пятнадцать, когда как. Плюс ко всему классы ведь большие. Вот во время урока не успеваем мы так, чтобы вот каждый выписался ровно столько, сколько ему нужно. Или там почитал ровно столько, сколько нужно. Потому что их много. Конечно, мы, учителя, все, что от нас зависит, мы это делаем. Мы стараемся каждому уделить внимание. Ну вот опять, время урока сорок минут. Вот если, например, даже двадцать человек в классе, сколько остается? По две минуты на каждого. А плюс еще нужно же и материал новый объяснить. И хотя мы не задаем, но некоторым детям, когда мы смотрим, что у них что-то не получается, мы рекомендуем родителям где-то, конечно, посильная нагрузка. Не так, чтобы ребенок сидел по два, по три часа после уроков. Нет. Мы все на уроке в игровой форме преподносим. Но рекомендуем иногда тому или иному родителю в той или иной ситуации. Или где-то почитать, немножко закрепить, если вдруг не получается, какая-то буква не запомнил. Или же написать какую-то букву, которая тоже не получается. Потому как некоторым детям это необходимо. Что касается оценок, в первом классе они тоже запрещены. И учителям ставят, мы знаем, детям, да, звездочки, смайлики и так далее. Это стимулирует, это хорошо на ваш взгляд? Ну, вообще, знаете, опять, все дети разные. Класс раз на раз не приходится, класс-класс розни. Бывают такие дети с высокой мотивацией, и для них не нужно никаких смайликов или отметок. Они и так достаточно активно работают. Мы ведь на каждом уроке проводим рефлексию, и после каждого ответа мы с детьми пытаемся дать анализ, ответ у каждого ученика. Чтобы он изначально понимал, что так, а что не очень у него получилось. И как нужно сделать в другой раз, чтобы было лучше. И таким детям не нужны смайлики. Но некоторые дети действительно теряют процесс к учебе. То, что они стараются, стараются, а вроде бы как бы и нет никакой отдачи от других. И вот здесь уже учителям приходится немножко идти на такую маленькую хитрость и вот в виде смайликов или звездочек поддерживать интерес. Нина Викторовна, а когда оценки появляются, вот как на них реагировать ученику, особенно если они не удовлетворительны? Потому что мы знаем, что бывает, что дети больше переживают из-за того, как родители прореагируют на неудачу сына или дочки. Каждый урок у нас заканчивается рефлексией. Это подведение некого итога. Каждый ребенок дает самооценку себе, что получилось, а что не очень, на чем нужно поработать, а что он уже понял хорошо. И естественно дети уже тоже приблизительно они понимают. У них уже закладывается понятие, что, например, одна-две ошибки по-русскому, это четверочка. Ну и так далее. Там три до пяти, это троечка и так далее. Это раз. Во-вторых, во втором классе перед тем, как начинать ставить отметки, мы устраиваем родительские собрания, на которых более подробно. Родителям рассказываем о нормативах отметок. А также приглашаем психолога, который бы сказал, как реагировать на ту или иную ситуацию. Ситуации бывают разные. Но вот на моей практике вообще в нашей школе я не сталкивалась с тем, чтобы была какая-то истерика у ребенка. Да, дети порой переживают из-за большей реакции родителей, чем своей. Некоторые. У кого высокая мотивация, те оценивают себя, начинают где-то копать в себе. Что же у меня не получилось, я вот в следующий раз исправлю. А некоторые дети, они больше вот именно для родителей. Отметка – это не конец света. Это далеко не объективная оценка всей личности ребенка. Здесь у него что-то не получилось, но в другой момент обязательно получится. И потом, когда мы выставляем отметку, мы всегда анализ даем. Что не получилось, за что он получил отметку такую, чтобы у ребенка была возможность доработать. Поэтому они отметок не боятся. Нина Викторовна, порой родителям кажется, что сегодня программа в школе гораздо сложнее, чем в их время. И поэтому они чуть ли не с первого класса хотят, нанимают репетиторов. Это нужно делать или нет? Как вы считаете? Я считаю, что репетитора в начальной школе не нужны. Почему? Потому что программа достаточно еще понятна родителям. И родители сам в состоянии помочь своему ребенку, если даже где-то чего-то ребенок не понял. Но если ребенок посещает систематическую школу, то таких вопросов не возникает. Конечно, бывают разные ситуации. Например, ребенок заболел. Но и в этой ситуации я рекомендую, если нет температуры, то чтобы родители узнавали у родителей других учеников, что было в классе, что прошли. И чтобы они в этот момент занимались, чтобы не было пропусков. Потому что в обучении очень важна систематичность. Если выбивается из системы ребенок, то могут какие-то пробелы возникать. Ваше пожелание родителям и ученикам, которые собираются идти в первый класс? Дорогие родители, я желаю вам терпения и удачи. Я желаю вам больше положительных эмоций. Не переживайте, все будет хорошо. Ваши дети обязательно справятся, потому что они самые лучшие и никак по-другому быть не может. Ребенок справится со всем. Дорогие ученики будущие, я желаю вам прийти в школу с настроем боевым. И ничего не бояться, не бояться трудностей. У вас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова